Здравствуйте! Добрый вечер! Я Акшамлар. Я обещала, что сегодня у нас будет вебинар про распространенный изофит. Но потом вдруг я вспомнила, что я же этот вебинар уже делала, то есть этот мастер-класс уже проводила. Поэтому я решила немножко поменять тему нашего сегодняшнего вебинара и рассказать про мотивацию. Почему я выбрала именно этот вебинар, то есть именно эту тему вебинара? Потому что сейчас у меня есть достаточно много учеников, которые начинают изучать турецкий язык, но почему-то быстро бросают. Буквально один месяц, допустим, и потом они сливаются, так сказать, или уходят. И поэтому я решила затронуть эту тему. И самое интересное, что чаще всего это происходит не на индивидуальных занятиях, а именно в группе. Почему так происходит? Ну, я заметила, что вообще в последнее время это такая тенденция у многих, потому что сейчас, конечно, изменилось поколение. То есть люди не хотят ничего делать, хотят сразу, чтобы у них раз и появилось. А работать, о том, что это нужно работать, о том, что нужно постоянно заниматься, никто об этом даже и не думает, не старается себя напрячь. Вот. Ну и, конечно же, эта тема нам касается конкретно изучения турецкого языка, потому что я преподаю турецкий. И, соответственно, именно в этом направлении и хотелось бы сегодня рассказать немножко о себе и, наверное, расскажу немножко коротко свою историю, как же все-таки я выучила турецкий язык. Не рассказывала еще об этом. Ну и, конечно же, мне очень интересно, почему вы изучаете турецкий язык, либо хотите начать его изучать, или только начали. То есть зачем вам он вообще, что вас мотивирует, какая причина вашего изучения турецкого языка. То есть напишите вот в комментариях, мне тоже это очень интересно, зачем же конкретно вам турецкий язык, какая причина изучения. Ну вот, опять же, как всегда, я рассказываю себе тут такая вот небольшая схемка, да, презентация. Вообще я изучала турецкий язык в университете, соответственно, это моя профессия, именно преподаватель турецкого языка и литературы. Чем я именно и занимаюсь уже 10 лет, то есть в этом году уже практически 10 лет. В Турции тоже почти, чуть не хватает до 10 лет живу. И 6 лет я занималась переводами профессионально, то есть работала с бюро переводов различными в разных странах, ну и в частности из Турции тоже. Вот, потом я это все дело закинула и начала только преподавать, и до сих пор этим занимаюсь. Ну и создала, потом научилась делать видео и сделала 7 таких обобщающих видео уроков, на которые вы подписаны. И, кстати, на данный момент их посмотрело более 240 тысяч человек. Вот, также сделала видеокурс по хититу для начального уровня, для А2 следующий уровень. И вот сейчас еще хочу делать для B1 и B2 следующие уровни. Ну и всякие там видеорассылки тоже. Вы после 7 уроков их получите или уже получаете, если подписались и прошли эти 7 уроков. Также у меня есть канал на Ютубе, где всякие интересные видео находятся и по обучению, и по восприятию речи на слух. И когда-то участвовала даже в конференции языковой в Вавиланской башне. Но сейчас, как я сказала, я хотела вам рассказать историю о том, как же я выучила турецкий. Ну, в университете это понятно. Но у меня была такая ситуация, когда я начала изучать турецкий, я вообще даже его не слышала до того момента, как начала изучать. То есть, как поступила в университет. То есть, я вообще хотела идти на арабский, хотела изучать арабский. Но мне сказали, что в группе нет мест, то есть, уже набрана группа. И поэтому предложили изучать турецкий. Я, кстати, его изучала в Крыму, в Симферополе. Вот, и мне сказали, что Крым развивается, тогда это было, в каком-то, в 97-м году, по-моему, в 98-м. Вот, поэтому давайте, типа, изучайте турецкий, он больше вам пригодится, чем арабский. Ну, я подумала, почему бы нет. И мне сказали, что он легче, чем арабский. Ну, ладно, раз нет мест, пойдем на турецкий. Вот, но когда я его первый раз услышала, то я была в ужасе, если честно. Мне вообще не понравился язык. Ни звучания, ни произношения, ничего не понравилось. И я была, честно говоря, в плохом настроении по этому поводу. Мне совсем не понравился тот учитель, который у нас был. У нас был два года, у меня был учитель русскоговорящий, скажем так, который очень плохо знал турецкий, практически не говорил на нем, поэтому... Ну, и, соответственно, у него не было опыта преподавания, и он очень плохо преподавал. Ну, я тогда этого, конечно, не знала, сейчас я это понимаю очень хорошо. И я два года практически ничего не знала. То есть у меня было такое отторжение, я вообще не хотела изучать этот язык, мне ничего в нем не нравилось. Я что-то там пыталась, конечно, делать, хочешь, не хочешь, как бы учишься в университете. Но словарный запас у меня был очень маленький. Понимать я практически не понимала, что говорят, и сама, естественно, практически не говорила. И через два года, когда я начала уже заканчивать второй год, я поняла, что либо я ухожу из этого университета и больше не изучаю турецкий язык, либо я им занимаюсь, конкретно и серьезно занимаюсь и изучаю этот язык. И тут я услышала, что в другом университете государственном турецкий преподают турки. И поэтому я решила перейти туда, чтобы конкретно заниматься учателем, который хорошо знает турецкий язык, который на нем говорит и, естественно, обучает группы именно на турецком. Вот. Но скажу вам, что у нас были не только турки преподаватели, но у нас была преподавательница очень хорошая, русскоговорящая, которая нам конкретно объясняла грамматику. Потому что грамматику понимать на турецком достаточно сложно. То есть мы сидели группой и гадали, что же этот турок нам хочет объяснить. Да, ну, я говорю уже о сложных вещах, не о том, там, падежи или как тебя зовут, как спросить. Уже о сложных временах, о сложных формах, причастных, деепричастных. То есть вот эти вот вещи, конечно, изучать на турецком достаточно сложно. Но, значит, когда я перешла в другой университет, я столкнулась с такой вещью, что все в группе моей, мои однокурсники, они уже говорили по-турецки, они прекрасно общались и понимали, а я нет. То есть у меня была вообще паника по этому поводу. Вот. И вот эта вещь, что в группе все говорят, а я отстаю, что я хуже всех. А в школе я училась четверки-пятерки, поэтому меня это, конечно, очень сильно задело. И я поняла, что мне нужно срочно вытаскивать свой турецкий. И я стала думать, как мне это сделать. Первое, что мне пришло в голову о том, что для того, чтобы мне развиваться в разговорной речи, мне нужно найти собеседника. И поэтому я узнала турчанки, есть ли у нас в университете, либо знакомые у кого-то. И выяснила, что есть такие девушки, которые изучают английский, а сами они турчанки. Я нашла ходы, способы и с ними познакомилась. И с тех пор начала с ними дружить. Очень часто ходить к ним домой. Мне повезло, что они жили очень близко возле меня. И практически там несколько раз в неделю я к ним ходила, и мы с ними общались. Сначала, я скажу, это было ужас. То есть я вроде как что-то понимала, но ответить не могла. Но с практикой, то есть чем больше я говорила, тем больше у меня получалось лучше и лучше. Там же я поняла, что когда я начала с ними перезваниваться, то по телефону, это была вообще труба, по телефону было понять и ответить, что они хотят, очень сложно. Но опять же, практика, тренировка, и очень быстро у меня это все тоже получилось. Следующий шаг, когда я была в гостях у этих турчанок, я увидела телевидение турецкое. То есть у них был телевизор. Не у них, точнее, а у одной их знакомой, куда мы пошли все вместе, с турчанками вместе. Я увидела телевидение турецкое, и когда я его начала слушать, прислушиваться, я поняла, что ничего не понимаю, что говорят по телевизору. То есть какие-то слова, отдельные я понимаю, но общий смысл предложений я не могу связать. Я поняла, что мне нужно срочно, значит, заиметь такой телевизор и слушать его, постоянно общаться, постоянно слушать, что говорят. Опять же, смотреть те же сериалы, новости и так далее. Вот, и у меня это тоже получилось. Я убедила своих родителей приобрести мне такое турецкое телевидение. С тех пор я начала только слушать телевидение. То есть это было все свободное время, которое я не спала и не была в университете. Если я там была занята какими-то делами по дому, скажем, да, то есть приготовлением еды, то я просто включала турецкую музыку. То есть это был напряг, я вам скажу, самый, какой я помню, ужасный, потому что с непривычки слушать иностранную речь мне даже иногда болела голова. Но потом, правда, я прочитала, что это нормально, это и есть напряжение мозга. То есть это означает, что мозг работает и все равно потихоньку переваривает эту информацию. Но у меня были такие моменты, где-то через месяц, через два месяца слушания этих сериалов, этой музыки на турецком. У меня были моменты, когда я отчаивалась и думала, что нет, я никогда в жизни этого не пойму. То есть полностью, что говорят, я не пойму, потому что они говорят очень быстро, и я не все понимаю. Ну, уже что-то, но не все. Вот, то есть у меня было такое ощущение, что я трачу время зря, абсолютно смотря вот эти фильмы. Кстати, я очень много смотрела американских фильмов на турецком, турецкий дубляж, и также чисто турецких фильмов, старых и новых. Вот, и что вы думаете? Буквально через 3-4 месяца, когда нам в университете дали задание, какие-то предложения перевести, именно с русского на турецкий, и я заметила, что я сделала это очень легко. То есть я не почувствовала какую-то сложность в переводе этих предложений. Это первое. Следующее, когда я заметила прогресс, когда я начала говорить с турчанками, уже буквально вот через 3-4 месяца, даже через 2, наверное, минимум, я поняла, что я пытаюсь говорить с ними быстро, то есть так, как говорят по телевидению. То есть мне уже не хочется тянуть резину, как вообще, в принципе, я говорю не быстро в обычной жизни по-русски. Но турецкий у меня получалось с той же скоростью, что и говорят турчанки. И причем, ну, опять же, правильные предложения. И это, кстати, заметили и в университете мои однокурсницы, однокурсники, и заметили турчанки. То есть они тоже заметили, что я говорю уже лучше и быстрее. Но, опять же, повторяю, что это было буквально через несколько месяцев. И тут же я заметила, что по телефону, говорю, тоже уже достаточно свободно по сравнению с тем, как я начинала. То есть этот процесс, вот где-то серединка была не очень заметна. Но когда уже через 3-4 месяца, это было очень хорошо заметно. Уже как бы процесс был налицо. Ну и следующий там был этап, когда нужен был, конечно, диплом писать на турецком, на всяком случае, вступление. И это я тоже делала. И, ну, там, немножко взяла помощь турчанок. Но что я хочу этим сказать? Когда вы начинаете что-то изучать, вам кажется это ужасно сложным, долгим процессом. Но когда получаете результат, это очень радует. И как раз вот сегодня мы рассмотрим одну вещь, что такое мотивация, да? Как я сказала. На самом деле мотивация, может быть, я сегодня буду немножко, так сказать, грубой, да? Но выкиньте эту свою мотивацию куда-нибудь подальше. Мотивация это тот бред, который вам не нужен. То есть мы что-то начинаем делать, конечно же, на основе мотивации. Нам что-то понравилось, что-то захотелось, появилось желание, вот это и есть мотивация. Но на самом деле весь успех, все достижения до них доходят люди только тогда, когда они имеют дисциплину. То есть начало, да, все происходит на основе мотивации, но все остальное происходит на дисциплине. Опять же тоже, что я говорю, что когда у меня болела голова уже от этого турецких сериалов, музыки, и мне казалось, что я трачу время зря, смотря какие-то фильмы, слушая музыку, но я это дело не бросала. То есть мне казалось, что все равно, несмотря на то, что у меня болит голова, несмотря на то, что мне это сложно, это тяжело, но дисциплина, как бы делать это каждый день, каждый день общаться, да, ходить к тем же турчанкам, что, может быть, даже не всегда было экономично, потому что не пойдешь же с пустыми руками, там, да, естественно, их тоже нужно к себе в гости приглашать, и так далее, вот, но у меня была цель, то есть я решила, что хватит, я сегодня ничего не знаю, но если я хочу закончить университет, значит мне нужно что-то знать, и знать достаточно хорошо, чтобы закончить с хорошей оценкой университет, поэтому я себе поставила цель, что я должна знать турецкий, и установила себе такую дисциплину, да, постоянно заниматься, поэтому могу вам сказать точно, что на протяжении вот 10 лет, что я преподаю турецкий, все мои ученики, которые занимаются постоянно, не пропускают занятия, которые на протяжении нескольких месяцев занимаются, у них действительно есть прогресс, а те, которые говорят, ой, мне сегодня не хочется, может быть, я вот сегодня не буду заниматься, а давайте перенесем занятия, а давайте я там в отпуск уехала, ну, отдыхать, конечно, нужно, я не против, ну, и как бы не забывать то, что вы учили, то есть те, кто тянет резину, вот у меня закончилась мотивация, нет времени, ну и так далее, всякие отговорки, они ни к чему не приводят, все равно язык это такая вещь, которую не тренируя, не занимаясь, забываешь, в любом случае, кому-то хватит 2 недели, 3 недели, чтобы забыть, а кому-то 2-3 месяца, но она все равно забудется, то есть язык забудется, как только вы перестаете работать, как только у вас перестает работать дисциплина, ну, и как мы знаем, да, в спорте, в принципе, тот же самый, я даже об этом не привожу пример, и, то есть, опять же, мотивация, что это у нас? Это у нас готовность, чтобы действовать, готовность, чтобы какие-то выполнять задачи, а дисциплина, это уже выполнение этой задачи, даже тогда, когда вам не хочется, не знаю, как у вас, но вот даже, когда я занимаюсь спортом, перед тем, как начинаю заниматься спортом, мне этого делать не хочется, но когда я начинаю, уже с привычкой, уже с постоянным занятием, таким спортом, настроение улучшается, и потом в конце занятия я себя хвалю, всегда говорю, какая же молодец, что я все-таки сегодня позанималась, а не пошла на поводу у своего не хочу. Кстати, и профессионалами люди становятся тогда, когда у них есть задачи, которые они должны сделать именно сегодня для достижения своей цели. То есть, например, вы знаете, что у меня есть определенные письма, автоматические рассылки, определенные видео, определенные группы, тот же Инстаграм, кстати, можете туда тоже подписаться. И это все те вещи, которые нужно делать постоянно. То есть, постоянно нужно туда ставить информацию, постоянно ее нужно делать, оформлять и так далее. Если я брошу сейчас это делать, то у меня в группе не будет людей, не будут постоянно расти эти группы, соответственно, у меня не будет учеников, я не перестану заниматься своим делом. Ну, или количество очень сильно уменьшится. Ну, и так же само в бизнесе, да, в любом, в любом деле, вы знаете, что как только человек перестает что-то делать, он перестает быть в этом деле профессионалом. Это все требует дисциплины, да, каждый день что-то делать, каждый день или каждую неделю план у меня есть, что я должна сегодня сделать, что я должна дать людям вам, что я должна бесплатно дать, потому что я этим занимаюсь как профессионал. Как только я скажу, я сегодня не хочу, у меня сегодня нет настроения, у меня сегодня нет мотивации, это уже будет не профессионально, это уже будет любительски. Ну, и наверняка видите, много есть таких групп, которых сегодня там есть, какой-то выпуск, потом три дня нету, потом неделю нету, то есть нерегулярно, да, и соответственно, людям неинтересно туда заходить, они не видят постоянно новой информации для того, чтобы продвигаться и двигаться дальше. Поэтому дисциплина во всем, это в любом случае путь к успеху. Может быть, сейчас вы его не очень сильно замечаете, но в любом случае, как только вы начнете чем-то заниматься, через сколько-то времени вы скажете себе спасибо, что вы именно начали тогда, а не через месяц, не через год и не через 10 лет, когда у вас уже и возраст поджимает и так далее. Ну, и здесь я нашла немножко о картинке, так сказать, даже уже не о мотивации, а о дисциплине, которая именно нас и приводит к успеху. Первая картинка, как видите, работает над собой каждый день. Вот именно эта картинка, несмотря на то, что здесь у нас спорт, но к урокам, к заданиям, к изучению турецкого языка это тоже относится. Для того, чтобы быть успешным в изучении турецкого языка, да и в любом изучении чего-то, нужно этим заниматься каждый день. Хоть понемножку, хоть посмотреть какое-то видео, хоть заглянуть в какую-то группу, выучить пару слов, но в любом случае этим нужно заниматься каждый день. Сделать себе это таким заданием, не говорить, что мне сегодня не хочется, это просто необходимость для того, чтобы двигаться дальше. Это так же, как чистить зубы. Мы же не говорим себе, ой, сегодня мне не хочется чистить зубы, я не буду. Мы все знаем, что это нужно делать каждый день, а то и 2-3 раза в день. И никто не говорит о том, что я не буду. Все, вот ваша мотивация, здесь уже нет мотивации, здесь уже дисциплина, то есть это нужно для того, чтобы поддерживать здоровье своих зубов. Если вы этого не будете делать, они полетят. Так же и занятия турецкие. Как только вы перестаете заниматься, вы все забываете, у вас нет прогресса. Кстати, если у вас есть какие-то дополнения и вопросы, задавайте, будет интересно. Следующее, если ты не сдаешься, то ты победишь. В любом случае, как только вы не сдаетесь, говорите о том, что я продолжаю заниматься. Может быть, сегодня у меня не очень хорошо получается, но через месяц, через два уже будет прогресс. То есть через месяц, через два уже будет намного больше информации, которую я выучу, которую смогу знать и применять. У меня, например, есть онлайн-клуб, если вы знаете, куда я добавляю в скайпе, добавляю всех моих учеников, настоящих и будущих, из групп, и индивидуальных, и по видеоурокам. Но, к сожалению, я им говорю о том, что вы должны найти себе собеседника из этого же клуба и каждый день с ним тренироваться устно, общаться. Ну, потому что, сами знаете, найти носителя языка достаточно сложно, который бы понимал ваш уровень и общался бы с вами на вашем уровне. Это практически нереально. Редко есть такие очень, скажем, люди-турки, да, которые действительно будут вас слушать, будут вам помогать, будут вас исправлять и так далее. Вот, поэтому я предлагаю сначала общайтесь с собой, друг с другом общайтесь, для того, чтобы привыкнуть вот говорить уже устно. Но люди все равно ничего не делают. То есть, одна говорит, что я еще недостаточно выучила для того, чтобы заниматься, для того, чтобы разговаривать с кем-то в этом клубе. Ну, извините, когда вы будете, неужели вы думаете, что как только вы выучите там 20-30 уроков, вы уже начнете сразу разговаривать? Нет. Вот прямо с первого урока мы начинаем заниматься устно, то есть, именно с первого урока есть задания, которые заставляют вас, мотивируют вас говорить с первого урока. То есть, есть определенные предложения, фразы, которые нужно выучить от работы именно в этом онлайн-клубе с другим человеком. Но мы продолжаем бояться, продолжаем не разговаривать и молчать, и потом говорим, ой, ну, наверное, вот скоро я заговорю. Ну, что-то мне большие сомнения по этому поводу. То есть, нужно, как я тогда вам рассказала, решила общаться с турчанками. Конечно, они были мне совсем не знакомы, совсем были все другое, и менталитет, и все остальное. Но я решила, что это мне нужно, мне нужно говорить. И поэтому, значит, нужно начинать сейчас на том уровне, в котором я есть. То есть, вот сейчас, уже прямо с первых занятий, на том уровне, в котором вы есть, начинаете говорить. что касается нашей сегодняшней, что касается нашей сегодняшней темы, то есть, мы бросаем нашу, так сказать, мотивацию, наше желание и действуем по дисциплине, и только тогда мы будем победителями, то есть, только тогда мы сможем добиться нашей цели, а не действовать, как дилетант. Ну, и следующее, опять же, наша мечта, да, говорить, понимать сериалы, жить в Турции, иметь работу, и так далее. Вот эти вот мечту, слова мечты, нужно заменить на цель. То есть, да, у нас есть такая мечта, у вас вернее, но это должно быть стать целью, то есть, чтобы достичь своей цели, нужно постоянно, каждый день, что-то для этого делать. Вот, заканчивался день, и вы себя спрашиваете, а что я сегодня сделала для того, чтобы достичь своей цели? Какие были мои действия? Ну, естественно, себя похвалить. Если ваши действия были сегодня, были продуктивны, или вообще, какие-то действия, но были, для того, чтобы достичь эту цель. Также желание, да, вот я хочу вроде как, но у меня нет времени, у меня нет мотивации, должна быть задача. То есть, что мне нужно сделать для того, чтобы выучить язык, там, через три месяца? Ну, это, конечно, возможно, только начальный уровень. Или, там, для того, чтобы говорить свободно, год вполне хватит. Какая должна быть задача? Сколько мне нужно в день учить слов? Что мне нужно по грамматике выучить в этом месяце? Что в следующем? Делать себе такой план, то есть, задачу. И тогда у вас не будет стоять вопрос о том, что мне делать завтра для достижения своего желания. У вас уже будет на завтра план, который нужно будет выполнить. И тогда цель будет достигнута через определенный промежуток времени. Также стремление, да, нужно, я стремлюсь, я там смотрю что-то в группе, я там что-то делаю, я смотрю сериалы, я слушаю, или мне кто-то задал вопрос, смогу ли я выучить турецкий, послушав ваши видео уроки? Конечно же нет, сказала я, потому что их не нужно слушать, их нужно делать. Нужно учить материал, нужно делать домашнее задание, присылать мне на проверку, а не просто слушать. То, что вы их послушаете, никто не заговорит. Вы точно не заговорите. То есть, нужно все эти действия делать последовательно. Когда уже начинаешь применять эти знания свои, которые выучил на практике, то это тоже становится автоматом. То есть, когда я пару раз сама себя, сначала меня, потом я сама себя исправила, сказала уже предложение правильно, то оно у меня уже все заполнилось, перешло в автомат. Вот поэтому и говорю, общайтесь в группе устно, звоните друг другу, не обязательно даже с камерой, хотя с камерой друг друга понять легче. И тогда у вас превратится в автомат. То есть, вы раз сказали неправильно, вас исправили, второй раз вас исправили, вы повторили, обязательно важно очень еще и повторить вслух, то, что вам сказали правильно, как вас исправили. И тогда на следующий раз, третий раз, когда вы скажете одну и ту же фразу, она у вас уже будет автоматом, вы уже вспомните, как здесь правильно, вот там меня вот так поправили, здесь же вот так нужно сказать. Вот для этого нужно обязательно общаться устно, а не думать, что я приеду, и от волнения все забуду. Наоборот, будет желание свои знания применить для того, чтобы убедить, что вы все это время потратили не зря, и вот, смотрите, я же умею говорить. Продолжение этой темы, да, всем сложно, всем некогда, а ты сделай то, что так давно планируешь. Опять же, говорим о том, что нужно планировать то, что мы делаем, и не думать, что это очень сложно, а когда же я это выучу. Тут я вспоминаю, перед родами, так сказать, да, многие из вас имеют детей, поэтому вспомните, как мы, женщины, как мы тряслись перед родами, да, боялись, пугали нас все подряд, полями и все остальное, но все равно все рожают, и я себе вот именно таким образом говорила, себя мотивировала, успокаивала себя, что все рожают, соответственно, и я могу. Здесь то же самое, то есть всем сложно, значит, и я смогу, несмотря на то, что мне будет сложно. Все мне некогда, все что-то делают, все работают, но я работаю, но я все равно это смогу. То есть, когда вы говорите себе, я не смогу, конечно же, вы ничего не сможете. Да, и вот с детства еще и мать внушила страх рода. Мне такое не внушали, но все равно такой страх был, и просто я говорила себе, ну, все же могут, у всех все получается, и у меня получится. И все, то есть здесь нужно вот именно таким образом себя мотивировать, хотя это, конечно, себя мотивировать, опять же, ненадолго хватает. Нужен план действий, нужно делать так, как, что вы хотите делать, какой вы мечты себе, цели стремитесь, потихоньку, по шажкам, идти к этой цели, для того, чтобы был результат, в конце концов, существенный. Ну, сами понимаете, что регулярность, она делает свое дело, в любом виде деятельности, абсолютно в любой, в любой виде деятельности. То есть кто-то ничего не делает, смотрит телевизор, и считает, что его жизнь удалась, да, но кто-то и продолжает развиваться, и, соответственно, будет в этом деле успешным. И вот Светлана у нас говорила с турками, после изучения трех месяцев, учтиво, исправляют, хорошо, вот видите, уже начинают исправлять. И главное, открыла рот, и начала говорить, конечно же, не ощущая дискомфорта. Ну, да, то есть здесь вот, из-за того, что они исправляют, конечно же, от этого не нужно ощущать дискомфорта, мы привыкли, еще вот те, кто с Советского Союза, бывшего, привыкли, что поражение – это плохо, и все такое, но делать ошибки – это все-таки, опять же, они не делаются просто так, они делаются, потому что мы тренируемся. Если бы мы не тренировались, значит, соответственно, ошибок бы не было. Тренировка всегда позволяет, заставляет нас исправляться, и каждый раз быть лучше и лучше. То есть, чем больше вы говорите, тем вы становитесь лучше. Изучать язык для обивания свободного времени – это очень глупо. Почему? Мне кажется, это очень даже полезно, потому что, смотрите, когда мы изучаем иностранный язык, развивается мозг. Когда-то у меня была такая знакомая, она мне сейчас в скайпе, которая в 45 лет начала изучать английский язык, причем сама. И за 9 месяцев она достигла очень хороших результатов, потому что у нее дочка была, и она хотела свою дочку обучать английскому языку. Для этого она решила, что ей нужно выучить самой. И там около года ей понадобилось. И самое интересное, что когда она начала изучать, она начала изучать именно уже сразу разговаривая. То есть, она находила людей из разных стран, которые с ней общались по-английски, уже были носители языка. И она мне рассказывала о том, что эти люди… Потом она сделала, кстати, курс даже по изучению иностранного языка, английского языка после 45-ти. У нее там была своя группа именно людей, которым было за 45. И это были все дедушки-бабушки. То есть, там посмотрели бы на тех иностранцев, которые изучают английский язык из других стран. Они все бы дедушки-бабушки, потому что у них куча времени, они на пенсии. И для того, чтобы у них не умер мозг, да, это же очень большое развитие мозга. Или, как сказал у меня один ученик, мужчина, когда я начинаю изучать турецкий, делать домашнее задание и чувствую, как у меня шевелятся мозги. Он и так сказал. То есть, он тоже начал изучать для того, чтобы не застывал мозг, да, чтобы происходило развитие. Мне кажется, вот свободное время убивать телевизором, вот это да, это как раз и деградация. А когда вы изучаете иностранный язык, это очень совсем не глупо, это очень даже умно. Именно таким образом убивать свое время. Ну, еще что из этой мотивации хотела вам сказать, что, конечно же, мы рано или поздно после удачного старта попадаем в какой-то ступор, в какую-то задержку, да, вот нам кажется, что застряли на одном уровне, допустим, или не продвигаемся дальше, что-то уже вроде как и желание не то изучать, может, все нафиг бросить, вот, но здесь просто нужно за какие-то победы, да, вот даже за то, что тебя сегодня заставил поговорить с кем-то в скайпе по-турецки, за то, что сделал там домашнее задание, за то, что посмотрел фильм, просто говорить себе спасибо, да, что молодец я, что я не пропустила сегодня день, я позанималась турецким, даже если вам что-то не хочется изучать по грамматике, изучать слова, просто посмотрите сериал какой-то, посмотрите какой-то фильм на турецком, это у вас уже тренировка кучи слов, это уже не пропущенный день без турецкого, да, для того, чтобы, помним, заниматься нужно каждый день, то есть, в любом случае, себя нужно хвалить, а не угнетать себя, что вот я сегодня такая бестолковая, я вот это не поняла, ничего страшного, сегодня не поняли, поймете завтра, завтра еще раз на свежую голову, может быть даже утром, пораньше нужно для этого встать и прочитать еще раз то правило, послушать еще раз то правило, которое вы не поняли сегодня, то есть, может быть, какие-то вещи вы изучаете по очереди, да, вот как происходит в начальной группе, в самом начале, мы изучаем каждый урок новую тему, но они все равно друг на друга наслаиваются, и все равно нужно применять их вместе, и кажется, что куча информации вообще, но через определенный промежуток времени это все усядется, то есть, это все придет к вам именно тем пониманием общего построения языка, общим построением предложений, это к вам придет, вы поймете, что общую схему поймете, да, вот сначала там, нам кажется, вот этот аффикс выучили, вот этот аффикс выучили, там, вместе их соединили, вот это все вместе соединили, То есть все какие-то новые аффиксы, но потом раз и получится, что вы их все вместе применяя, уже у вас получается предложение, уже вы можете какой-то разговор поддержать, о чем-то рассказать, на какую-то тему поговорить. То есть это все очень полезно именно накапливать постепенно, ну и систематично, конечно, не бросаться от одной темы легкой, там сегодня аффиксы сказуемости, а завтра предложение с причастиями. То есть систематично, конечно, наращивая темы, это очень полезно именно потихоньку по маленьким шажкам продвигаться. И вот у нас Аруна после первого урока уже стала различать слова. Да, точно Аруна, где чистое слово, где аффиксы. И вообще, в принципе, понимаем, о чем идет речь благодаря аффиксам. Почему я говорю всегда своим ученикам, что обязательно выучите эти аффиксы? Потому что когда вы их не используете, это как получается азербайджанец, не знающий русский, говорит по-русски. Вместо того, чтобы сказать «я иду в магазин», он говорит «я иду в магазин». Да, вот турк это слышит так же же самое. Как только вы не использовали направительный падеж, здесь нужен «я иду в магазин», не используя направительный падеж, его пропустили. То получилось вот так. Я иду в магазин. И где здесь «в»? Нету. Не учим. У меня сейчас в группе, в группе такие потрясающие, конечно. Здесь есть представители нашей группы, но они сами поймут, о ком я это говорю. Не учат, да, и приходят на следующий урок и говорят «а я не выучила, я не поняла», конечно, отговорка. Когда начинаю проверять, говорю «а как будет моя подруга?», «а как будет моя книга?», аффиксов нет. Или говорю «а как будет я учитель?», «а как будет я врач?», опять «аффиксов нет». Хотя в уроке это всё написано, в уроке всё расписано, всё есть примеры. Возьми по примеру хотя бы, поделай сначала письменно, потом устно. То есть не смотрим на примеры, думается, что вот этот набор слов, он уже передаст ваш разговор и передаст то, что вы хотите сказать. Нет, именно благодаря аффиксам турки понимают, что вы хотите сказать. Если у нас не будет предлога, я скажу «я в магазин иду». Вот как вы поймёте это предложение? Может быть, я иду из магазина? Может быть, я иду в магазин? Может быть, я иду там собираться идти в магазин? То есть без предлогов в русском языке и без падежей в турецком языке невозможно понять, что вы хотите сказать. Ну, если там, конечно, есть такие мужья, которые уже привыкли к вашей речи, к речи некоторых девушек, которые говорят неправильно. У меня была такая ученица, которая говорила инфинитивами и причём ставила их там, где мы по-русски ставим глагол. Хотя, помните, всегда в конце. Муж уже привык к этому её разговору. То есть вот эта привычка неправильно говорить, она тоже всё портит ситуацию, когда вы просто учите то, что на самом деле неправильно, оно становится привычкой. Сейчас у меня в группе есть одна девушка, которая уже давно, несколько лет живёт в Турции, и вот эти вот привычки ставить не там ударение, ставить не там глагол, вот только-только она начала глагол ставить в нужном месте, они очень сильно мешают ей, да, именно исправить эту привычку. Ну, как стала уже привычкой, да, теперь вот привычку исправляй. Мало того, что учи новое что-то, но ещё и привычки исправляй. То есть учите сразу правильно, соответственно, правильных людей. Ну и когда мы учим, 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 допустим, тот период ступора, так сказать, задержки, упада настроения, мы его всё-таки дисциплиной от ладык, по-турецки, по-русски, значит, всё-таки выдержали и прошли тот период упада скорости. Наоборот, наступает удовлетворение, прилив энергии от того, что мы выполнили задачу. То есть от того, что мы уже, как я говорила, можем что-то сказать, можем что-то написать, можем ответить. Кстати, можно переписываться для начала просто с кем-то, да, с турками опять же, с теми же, или с каким-то собеседником. Просто переписываться, пока что тренировать вот перепиской свою речь, а потом уже переходить на устную речь. То есть если вы совсем никак не хотите переходить на устную речь, если у вас это вообще просто стресс номер один. Хотя здесь тоже есть одна такая вещь. Когда я, например, проводила один раз или два раза прямой эфир через Инстаграм, кстати, надо опять это дело восстановить, я вообще его не собиралась проводить. И для меня это тоже было сложно, да, вот взять, так как я сейчас села и провести прямой эфир. Кто придет, кто не придет, вот этот стресс, да, сколько людей придут, и вообще что рассказывать, о чем рассказывать. Но я понаслушалась людей с того же Инстаграма, которые проводят какие-то мероприятия и помогают выходить в эфир там. Как это сделать, все такое. Я подумала, о, они же могут, значит, я тоже могу. Ну, быстренько придумала три темы, нажала на кнопочку и вышла в прямой эфир. То есть мы больше сами себя вводим в стресс, вместо того, чтобы не терять энергию на этот стресс, а просто взять и сделать. Да, вы сейчас переживаете все это, думаете, а вы поймут меня, а что я там буду мэкать-бэкать. Не нужно по этому поводу зря переживать, зря тратить свою энергию. Просто нажали кнопочку и позвонили человеку. Или сначала, конечно же, напишите, что вы хотите созвониться или договоритесь о времени, и просто начинаете с ним общаться. Вот все, что вы знаете, правильно, неправильно, просто говорите, и все. Пожалуй, психологический стресс самый сильный, больше всего, который ест нашу энергию. И в заключении сегодняшнего вебинара, надеюсь, он вам был полезный. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите сейчас эти вопросы, пока я буду рассказывать про разговорные уроки по субботам. Сделала я такую группу, и до конца апреля у нас она стоит всего лишь 10 тысяч. Да, вот есть тут люди, которые там занимаются, и понимаем, что именно мы занимаемся развитием речи. То есть все темы, которые вы учите из видео уроков и из домашних заданий, мы их отрабатываем именно устно. Ну, естественно, к онлайн-клубу я вас тоже подключаю для того, чтобы вы там хоть каждый день общались. Там же сейчас 65 человек в этом онлайн-клубе. Бери, выбирай любого, не хочу называется. И что касается нашей разговорной группы, еще и носители языка участвуют в этой разговорной группе. То есть я не только я с вами общаюсь, но и с носителем языка вы тоже общаетесь для того, чтобы понимать, что он говорит. Для того, чтобы вы поняли, заметили, что он вас тоже понимает. То есть вы ему задаете вопросы, и он вам задает вопросы, и вы что-то рассказываете, там по темам все распределено. И он вам рассказывает. То есть именно для того, чтобы вот тренировать на разные темы, разные использовать аффиксы, грамматические темы в разговорной речи. То есть это очень хорошо помогает именно общаться. То есть это в группе вам позволяет все общаться для того, чтобы уже говорить. Но не просто писать, там что-то, домашнее задание делать, да, или там самой с собой разговаривать перед зеркалом. То есть мы в группе, соответственно, отрабатываем именно навык разговорной речи. И как у меня уже прошлая группа, которая уже заканчивает обучение, сказали, о, так мы скоро заговорим. Там были такие слова, потому что действительно позволяют сказать, когда вы говорите в группе, когда вы общаетесь устно, вы понимаете, что вы хотите сказать в своей мысли. Как вы думаете по-русски, как это мысли передать на турецкий язык. То есть это очень важно, именно свои мысли говорить, а не то, что писано просто, да. И вы можете посмотреть подробности нашего сегодняшнего, ну, про группу, да, то, что я говорю. Обучение можете посмотреть вот на этой страничке у меня на сайте. Или добавиться ко мне в скайпе, я вам все расскажу еще более подробно. И, конечно же, есть еще индивидуальное обучение, но здесь цена некоторых пугает. Хотя из-за того, что я преподаю качественно, даю материал качественный, соответственно, со знанием до темы, естественно, от этого у меня достаточно приличное количество учеников. То есть люди уже, когда идут ко мне, они уже посмотрели там уроки других учителей на том же Ютубе или попробовали и понимают, что мне действительно даю знания, а не просто провожу с вами время. Ну, и это не я даже говорю, это вы можете ВКонтакте посмотреть в группе отзывы. Там их достаточно много, которые мне люди об этом и пишут, и оставляют свои отзывы в моих уроках. Вот, так что решили заниматься, добавляйтесь ко мне в скайп и будем продолжать обучение вместе. Для того, чтобы оно было, естественно, более качественное и ваше обучение пойдет быстрее, потому что, когда вы, сами понимаете, ищете материал или работаете не системно, то очень много теряете время. Большое спасибо за то, что вы сегодня пришли. И через пару недель мы еще раз проведем какой-то вебинар. Можете мне на почту написать... А, кстати, да, у нас же сегодня еще есть разговор по поводу каких-то вопросов. Можете мне задавать по Турции, да, или про народ Турции и так далее. Все, что касается Турции и турецкого языка, или вне турецкого языка. То есть мы можем еще просто так пообщаться. Есть ли в Турции праздник, связанный с турецким языком? По-моему, нету. В каком-то одним из годов, то ли в прошлом, то ли позапрошлом, в прошлом, кажется, году, объявили годом турецкого языка. Но, к сожалению, сейчас турецкий язык очень сильно подвержен заимствованиям и из латинских, ну, из европейских стран, и особенно из арабских стран. Ну, это, конечно, связано с политикой государства, да, что очень сильно арабские слова, арабского происхождения входят в жизнь турков. Используются в повседневном общении, и даже не только в повседневном, но и в деловом тоже. То есть, ну, скажем так, сейчас развитие турецкого языка как-то такого не происходит. Наоборот, может быть даже деградация. Каких жестов следует избегать? А каких жестов следует избегать? Ну, я знаю, вот этот жест, да, такой вот, когда европейцы говорят, что там класс, супер, у турков этот жест не принимается. Они по-другому его воспринимают, что это типа показывают там какие-то плохие вещи. Поэтому такой жест лучше не делать. Еще дулю турки тоже не воспринимают. То есть, если мы там в шутку можем ребенку показать дулю, или ребенок нам показать, да, или дети между собой, то у турков это считается ужасной вещью. Ни в коем случае такую вещь нельзя показывать никому. Елена, ну, детки от турецких мужчин, кто по религии. Какую вы хотите сделать своему ребенку религию, то вы и делаете. Значит, покрестите, значит, будет христианом. Не покрестите, скажете, что он мусульманин, значит, будет мусульманином. Это зависит от вашего желания, с одной стороны. С другой стороны, где он общается, да, в течение жизни, как он будет общаться, с кем он общаться, и что он захочет. Может быть, это тоже важно. Вот. Почему нельзя крестить детей от мусульманина? Я крестила свою дочку. Хотя он тоже орал, что это мусульманка. Вот. Но стила, она стала христианкой. Хотя сейчас, конечно, больше в мусульманскую сторону переходит. Наверное, потому что окружение такое, поэтому. Самый любимый праздник у турков? Да, скорее всего, Рамазан Байрам. Байрамы. Ну, Павел Вераисповедания должен выбирать самый девиц, с одной стороны, да. С другой стороны, а вдруг он пойдет не по тому пути, да. В секту какую-нибудь забредет, например, в Турции. В исламе вообще очень много сект. Огромнейшее количество. Ну, я вообще не люблю говорить на темы религии и политики. Если вы заметили, в группах стараюсь эту тему избегать. И также стараюсь не выставлять какую-то информацию по поводу религиозных праздников. Ну, потому что это уже такая щепетильная тема. Сами понимаете, будут очень много всяких ненужных комментариев, руганий и все остальное. Какие бы я дала советы по поводу общения с турчанками? Какие? Будьте самой собой и все. Не нужно здесь никаких придумываний, что-то из себя строить и так далее. Просто будьте самой собой, такой, какой вы есть. Если они вас воспринят, будут воспринимать такой, как вы есть, значит, это и есть настоящая дружба. А если вы должны будете что-то из себя корчить, ну, это продлится максимум месяц, потом вы все равно вернетесь на круги своя, да. Осторожно без турчан, наверное, они же такие есть, двухличные особы. Где ли бы сами турки отдыхать? В разных местах Турции и за рубежом тоже зависит все от традиций семьи, от финансов семьи, от образования семьи. Это тоже очень многое зависит. В горах на пикниках, вот, да, Павел, это как раз и показывает уровень семьи, да, по поводу и финансов, и, хотя на пикник могут пойти с любимыми финансами, но если в другое место не ездят, то, соответственно, можно сделать вывод. Хотя горы тоже далеко не все любят, как и море. Еще вопросы по поводу менталитета жизни и так далее можете задать. Можно ли писать в уроках слово, как читается, и перевод, чтобы зрительно запомнить, как можно было, например, колем, и в скобочках колем по-русски продаж. Нет, Аруна, я такого, или Гульзар, да, имя, я такого не буду писать, потому что выучить турецкий алфавит займет у вас 10 минут. Первый урок бесплатный есть у меня на ютубе, или вы можете, ну, вы подписались, раз вы пришли на этот вебинар. По первому уроку вы выучиваете этот алфавит, даже не полностью, как слова звучат, я имею в виду алфавит, да, наизусть, а как звучат буквы. И все. И вам не нужен в скобочках это звучание по-русски, как оно произносится по-русски, ну, русскими буквами, да, зачем вам это нужно. Это же не арабский, чтобы, там, затрудняться в прочтении, да, этих слов. Мне кажется, латинскими буквами все написано, нет смысла, абсолютно. Жизнь дорога в Стамбуле от других городов, например, от курортных. Ну, конечно, Елена. Это то же самое, что Москва и другие города, да, вы представляете себе. Тут даже проезд стоит пару остановок, не пройдешь пешком, там, буквально даже до рынка, да, это минут 15-20 ехать на каком-нибудь транспорте, уже за проезд куча денег. То есть, куда бы ни пошел, в любом случае нужны деньги. Хотя бы на ту же дорогу, плюс из-за дороги не возвращаешься домой, нужно все равно где-то есть, поесть там, да, потому что дорога бывает достаточно долгая из-за расстояния. То есть, в Стамбуле, да, самое дорогое проживание в отношении жилья тоже. То есть, очень дорогие в аренду квартиры и так далее. Ну, опять же, все зависит от района. К сожалению, турки достаточно двухличные люди. Может быть, это не сразу замечается, но с опытом проживания, да, и с опытом общения. Так оно и есть. Даже родственники те же приходят в гости, вроде вам улыбаются, а тут же какой-нибудь, улыбаясь гадостью, скажут. Еще ваши вопросы. Если нету, мы тогда будем заканчивать сегодняшний вебинар. Опять же, спасибо, что вы пришли, и через пару недель мы еще на какую-нибудь тему пообщаемся. Пишите свои предложения мне на почту или в скайп, и, возможно, я к ним прислушаюсь. Естественно, у нас не может быть вебинар по поводу, там, суфийских орденов в Турции, как когда-то мне предложили рассказать, потому что это не касается турецкого языка. Все, что касается турецкого языка, в принципе, культуру тоже можно, может быть, и сделать по этому поводу. Спасибо большое, опять же, что пришли. До встречи в следующем вебинаре или мастер-классе. До свидания. Пока-пока. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.